всем привет друзья с вами варчик в этом видео мы с вами поговорим про call of duty black ops 4 а именно про режим black out я в основном играю мне все в нем нравится все устраивает единственно что серваки недавно после патча начали выдавать такие пинги большие что просто капец и рассинхрон был жуткий но недавно все это починили я продолжаю рачь в оба меня все устраивает пинг стал маленький там около 20 и чуть меньше бывает в целом рассинхрон он никогда из пубга не уйдет не такое ощущение но играть стало в разы комфортнее мне принципе все устраивает играть приятно я получаю от пубга удовольствие но так получилось что я повелся и купил себе black out давайте разбираться что мне в нем понравилось а что не понравилось наиграл я в него не так уж много всего там часов десять и больше играть видимо я в него не буду даже чтобы этот видос записать мне было лень даже заходить но я зашел и сыграл целую одну катку ну так уж получилось что ну не зашла мне игра игра вроде бы там бьет какие-то рекорды по продажам онлайн на твиче большой там много людей смотрит но в целом это не значит что эта игра должна понравиться всем даже если игра очень популярная то всегда найдется человек которому ну почему-то не зашла игра она оттолкнула от себя какие-то механики не понравились или что-то не понравилось в самом геймплее такое бывает вот лично мне ну не зашла игра она не приносит мне никаких ощущений нету никаких эмоций в отличие от остальных королевских битв и еще что я заметил что каждая следующая нормальная королевская битва занимает по продажам и онлайну все выше и выше высоты так и получается что пуп сейчас уходит там куда-то вниз fortnight вышел позже он стал выше и сейчас вышел blackout он самый первый сейчас по королевским битвам но все-таки это все три игры они совершенно разные и нужно под себя выбирать ту которая вам больше всего нравится и по геймплею и внешне и по ощущениям давайте начнем с плюсов что мне понравилось в блэкауте первое наверное и самое основное это сервера они совершенно не лагают нет никаких не лагов не рассинхронов нету никаких пролетаний снарядов патронов сквозь врага нету каких-то вообще неожиданных непонятных вещей все четко гладко офигенно следующее что мне понравилось в этой игре да пожалуй наверно больше ничего вот так вот принципе все остальные вещи они как-то если понравились но как-то наполовину от внешне игра мне вроде бы нравится нарисована нормально не уродски но графика не совсем реалистично она немного какая-то мультяшно реалистично так и туда не сюда плюс еще оружие внешний вид мне вообще не нравится пушки просто страшные и уродские какого-то удовлетворение от стрельбы в этой игре я не получаю вообще эмоции мне это не приносит врагов я убиваю мне как-то не интересно вообще убил не убил пострелял пушки выглядят как-то однообразно какой-то скомканный кусок железяки все они не интуитивно непонятные что ты в руки взял то ли это дробовик то ли пулемет то ли огнемет вообще непонятно но мне не нравится да если бы я поиграл в эту игру больше я бы их различал но мне не нравится я не хочу следующее что хочу в этой игре отметить это физика физика машин она еще конче не чем в пубе просто на каком-то скользком ведре которая переворачивается и в неизвестные моменты само по себе ты куда-то там скользишь она перевернулась стала опять на колеса я не знаю что это за физика такое ощущение что сделали ну пойдет вот так вот как-то она там то едет то боком то катится хрен поймешь какая-то задница она в принципе тебя доставляет от точки а в точку б но как она тебя доставляет лучше даже не смотреть это не физика это что-то страшное дальше физика стрельбы но это тоже такое какое-то видно что когда ты стреляешь в очень большую даль то патрон пытается падать вниз но он как-то не особо пытается падать вниз и в целом в основном стрельба на таких дистанциях происходит что стрелять нужно просто в рыло и все не выше там никуда просто в рыло стрельба чисто для танкистов для игры world of tanks там тоже стреляешь примут вверх упреждение за руины брать не надо не это не понравилось но единственное что в стрельбе радует что хотя бы наперед стрелять надо патрончики летят довольно таки не быстро и стрелять нужно на ход хотя бы что-то в стрельбе нужно делать а то она ну вообще какая-то деревянная на мой взгляд это не очень стрельба мне не понравилось а в игре в которой в основном надо убивать и выживать если уже не нравится стрельба одна то это уже не очень плюс еще по поводу того что нужно в ней выживать мне не нравится как персонаж бегает он как-то довольно таки быстро бегает по ощущениям плюс еще экран трясется в конвульсиях как будто бы ты бежишь с миксером на жопе фиг его знает но некоторые даже смотреть не могут эту игру на стримах потому что просто трясется экран мне тоже это нифига не доставляет удовольствие и вот получается что мне в игре не нравится стрельба она мне неприятно не нравится внешний вид пушек и неприятно бегать то есть мне в этой игре в принципе находиться неприятно я бы не сказал бы что мне прям плохо или отвратительно в этой игре находиться но удовольствие я точно не получаю только из-за этих трех вещей плюс еще ездить тоже нереально это просто какая-то задница вот по этим причинам не игра не понравилась не стрелять не бегать не выживать я не получаю никаких не эмоций выглядит она под вратский какая-то фигня если в кубге я получаю вообще нереальные эмоции когда что-то кого-то убиваю там какие-то конец катки много фрагов я пытаюсь тащить то в этой игре я вообще ничего не получать ноль эмоций вот и получается что игра вроде по сервиной части довольно таки неплохая но находиться в ней неприятно плюс еще в игре очень большое количество различных механик там какие-то кошки чтобы по стенам прыгать подкаты непонятных триллион гранат можно летать на вертолете стрелять с базуки я даже не знаю куда это записать в плюс или в минус для новичков это минус потому что ты заходишь в игру и не понимаешь что тебя убило что это пукает там у тебя в экране все белое что вообще произошло но для тех кто уже в королевских битвах и в шутерах чуть-чуть что-то там насоображал и наиграл и немного понимает для него это возможность изучить больше механик и развить свой скилл более выше но если нравится в это играть мне вот вообще не понравилось вот такие у меня ощущения от этой игры просто мне в ней не нравится стрельба мне не нравится внешний вид оружия и удовольствие эстетического я никакого не ощущаю да и адреналина когда конец катки я стреляюсь вообще 0 за счет того что в этой игре еще хп и броня дает возможность жить тебе долго то есть тебя нужно много раз попасть чтобы ты сдох то нет какого-то ощущения что ты вот сейчас умрешь тебе надо там как-то аккуратно играть что там все делать на тоненького теряется какое-то ощущение что ты в опасности что ты реально в королевской битве у тебя эмоции такие что прямо жду захватывает ты просто на расслабоне бежишь у тебя 200 хп броник ты бежишь там у тебя кто-то заметил тра-та-та тра-та-та там 10 секунд там друг друга обойму патронов выпускаете кто-то из вас сдох ноль интереса просто ноль в пубге можно просто трек все убил и за счет этого ты всегда в напряжении получаешь эмоции наслаждение от игры плюс еще в пубге визуально все к тебе приветливая ты понимаешь что вот эта пушка она похожа на дробовик это и есть дробовик а вот это автомат вот снайперка ты ее ни с чем не перепутаешь в эту игру ты заходишь достаешь какую-то железяку корявую и думаешь что ей делать прыгать на ней кидаться ей бить по лицу стрелять что она делает не понимаю вообще решайте сами стоит ли эта игра 2000 или не стоит играть не или нет на мой взгляд лично мне она стоит для меня ноль потому что даже если бы она была бесплатная я бы в нее наверное все равно не играл она мне не нравится но поскольку эта игра для меня стоит ноль я за нее заплатил 2000 играть не буду вот такие вот дела с вами был варчик играть красиво пока